Добрый день! Прямой эфир телеканала «Россия-1» продолжает выпуск вестей Ульяновского региона. В студии Антон Никитин и вот главные темы. Новая схема финансирования строительства и решения застоявшихся вопросов. 23 миллиона рублей. Это выделяется на жилой дом Красноармейской 140. То есть эти средства позволят завершить строительство этого дома и вести его в эксплуатацию. Оба момента обсудили с главой области. Предприятие необходимо модернизировать, считает руководство Ульяновска электротранса. Необходимо постоянно проводить их модернизацию, для того, чтобы в том числе можно было нормально ехать и автотранспортом. Откуда возьмутся деньги, расскажем в ближайшие минуты. Гости из столицы Татарстана оценили туристический потенциал Ульяновска. Я для себя здесь очень много открыла сегодня. Мне очень понравился ваш мемориальный комплекс. О будущем сотрудничестве и не только наш материал. Схема финансирования строительства жилой недвижимости будет изменена. С 1 июля застройщик перейдет на проектное финансирование и расчеты с дольщиками через эскроу-счета. То есть сначала стулья, потом деньги, которые в свою очередь будут ждать часа икс в банке. В нашем регионе сегодня существует закон о совершенствовании мер поддержки пострадавших участников долевого строительства. Проблемы обманутых дольщиков в очередной раз обсудили на встрече в правительстве. На протяжении двух лет стройки нет, никаких подвижек нет, по сути никакого понимания нет у финансирования, как что она будет строиться. Все на словах, официальных бумаг нет. И на данный момент я не вижу и не понимаю выхода из данной ситуации. В Ульяновске уже создан региональный фонд содействия участникам долевого строительства. Он должен помочь завершить строительство проблемных объектов, разработать определенный алгоритм действий. Причем для каждого недостроя свой. И первая ласточка уже есть. Те средства, которые предусмотрены сегодня, это 23 миллиона рублей. Это выделяются на жилой дом Красноармейской 140. То есть эти средства позволят завершить строительство этого дома и ввести его в эксплуатацию. Один дом, да? Да. А сам закон, он предусматривает общий порядок для всех домов. То есть он рассчитан на неопределенный круг таких домов, потому что у нас их в Ульяновской области порядка 30. У дольщиков иных недостроев появилась надежда тоже заехать в новое, долгожданное жилье. Назрела необходимость в модернизации предприятия. На безопасности пассажиров экономить нельзя. Так говорят руководители Ульяновской электротранса и предлагают повысить стоимость проезда. В марте предприятию исполнилось 65 лет. Материально-техническая база за эти годы сильно износилась. Сотрудники Ульяновской электротранса делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность перевозок. Раз в неделю вагоны обязательно, примерно раз в неделю каждый вагон проходит техническое обслуживание номер один. В течение нескольких часов. Это более углубленный осмотр вагонов, регулировочные мероприятия, смазочные, наладочные мероприятия. Кроме этого, раз в месяц в обязательном порядке каждый вагон проходит техническое обслуживание номер два. Это в течение рабочей смены. Вагон более детально осматривается со снятием агрегатов, с заменой изношенных агрегатов. Замена трамвайных колес на одном вагоне обходится почти в 250 тысяч рублей, плюс плата за электроэнергию. С учетом роста цен, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира, по словам руководителя Ульяновской электротранса, составляет около 30 рублей. Сегодня предприятие – это два депо, 200 вагонов, более 70 троллейбусов, 23 подстанции и 130 километров трамвайных путей. Ульяновской электротрансу катастрофически не хватает средств на модернизацию. Необходимо, конечно, ремонтировать пути, потому что, как видите, уже очень много путей, они не совсем в надлежащем состоянии. Необходимо постоянно проводить их модернизацию, для того, чтобы в том числе можно было нормально ехать и автотранспортом. Как видите, на перекрестках необходимо делать выравнивающие работы, чтобы не задерживать, не создавать пробки. Необходимо строить новые сети, чтобы связать с самым экологическим транспортом новые микрорайоны. Все эти факторы сводятся к одному – стоимость проезда в трамваях и троллейбусах вырастет. Ульяновский электротранс предлагает повысить стоимость проезда до 20 рублей за наличный расчет и до 18 по транспортной карте. Проект внесен на рассмотрение. Не просто знать правила дорожного движения, но и помогать в их соблюдении всем вокруг. Организации ЮИД сегодня исполняется 46 лет. Кто такие юидовцы и как они работают, узнаем прямо сейчас. Изучи ПДД сам, научи правилам сверстников и напомни взрослым о культуре дорожного движения. Три главных условия ЮИД. Когда вы переходите дорогу, вы должны сначала посмотреть налево, дойдя до середины дороги, вы должны посмотреть направо. Как же не забывайте про дорожные ловушки. Это большие субробы, польская дорога. Ребята из отряда ЮИД 61-й школы 46-летия Всероссийского движения отмечают на импровизированном посту. Впрочем, таких постов можно организовать ровно столько, сколько дорог и пешеходных переходов в регионе. На сегодняшний день на территории Ульянской области организовано более 400 отрядов ЮИД, в которых насчитывается более 3,5 тысяч самых активных, самых трудолюбивых юных помощников госинспекции. Только за прошедший год им проведено около 300 профилактических акций, мероприятий «Спартакеат» и «Викторин» с различными возрастными категориями участников дорожного движения. Юные инспекторы вместе с сотрудниками ГИБДД проводят работу в садах и школах. Пешеходы и автомобилисты повсеместно обещают ребятам соблюдать правила. Ученица 61-й школы Диляра Санатулова в таких рейдах бывала не раз. Говорит, каждый запоминается. Была акция в честь новогодних праздников. И один из сотрудников ГАИ нарядился с Деда Мороза. И мы призывали вместе с Дедом Морозом соблюдать правила дорожного движения. Понравилось? Да. Впереди у ребят еще много полезной работы. А пока они вместе с сотрудниками ГИБДД поздравляют движение ЮИД с днем рождения. Успехов, процветания движения нашему, друзья! ЮИД – это наше призвание! ЮИД с тобой мы навсегда! Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. И к другим темам. Казанские туроператоры намерены помочь увеличить поток туристов в Ульяновск. Около 40 представителей туриндустрии столицы Татарстана побывали в Ульяновске с целью изучить туристический потенциал города. Организаторами визита выступили администрации Ульяновской городской центра развития предпринимательства. Гостям из Казани провели обзорную экскурсию по исторической части Ульяновской. Они отметили, что в городе много привлекательных мест для туристов, особенно для тех, кто интересуется историей. Турист, которого интересует история не только Москвы и Санкт-Петербурга, а который открыт всему чему-то новому. Я для себя здесь очень много открыла сегодня. Мне очень понравился ваш мемориальный комплекс Ленина. Я вижу сейчас перспективу в том, что это можно, наверное, возродить. Основные туристы в то время были туристы из ГДР, как самые дисциплинированные строители социализма. Это были туристы из ГДР. Сейчас те, кто остаются в том мире, от которого мы ушли, наверное, наши китайские друзья. И почему бы нет? По итогам визита между администрацией Ульяновской и Комитетом по развитию туризма Казани было подписано соглашение о расширении сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска готовится к открытию капитально отремонтированного детского сада. Речь о корпусе детсада номер 101, что в новом городе. Здесь практически все готово к приему воспитанников. Однако для того, чтобы ускорить подготовку, провели субботник, в котором участвовали воспитатели, родители, а также представители районной администрации. Практически детский сад готов к приему детей. Мы отмываем, ну, финишная прямая, скажем так, отмываем уже остаточки, то, что уже окончательная будет чистота в детском саду. Этот корпус детского сада не совсем обычный. Он примет почти 200 детей, в том числе, как принято говорить, с особыми потребностями. Это малыши с детским церебральным параличом, нарушением речи, расстройством аутического спектра. Здесь есть массажный кабинет, центр психологической службы, зал лечебной, адаптивной физкультуры и бассейн. На сегодняшний день это третий детский сад. За последний год два детских сада было сдано в прошлом году. В этом году 101 детский сад, он будет являться вторым корпусом для коррекционного детского садика. Порядка шести групп, по 20 человек детей. Уже почти, значит, несколько месяцев дети ждут, родители ждут. 2016 года. На реконструкцию объекта и средств областного городского бюджета направлено 150 миллионов рублей. По информации администрации Ульяновска, открытие дошкольного учреждения запланировано на 7 марта. И к другим темам. Люди, изменившие мир, символы эпохи. В Ленинском мемориале новая экспозиция. Этот выставочный проект состоит из трех этапов. Первая выставка посвящена команданту Фиделю Кастро и пламенному революционеру Чигеваре. Нашу страну и Кубу связывают долгие годы дружбы и сотрудничества. А во время Карибского кризиса в 1962 году Остров Свободы стал главным местом напряженного столкновения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Юрий Куниевский участник тех событий. Четыре года он прослужил на Кубе. Ракеты, навыки, а, все, мы сопровождали, на сопровождение цели брали. Но они, не доходя 30-40 километров до Кубы, разворачивались, выходили в сторону авианосца. На авианосе стоял авианосный удар на соединение. Нервы трепали. Нервы трепали, да. Весь день. Весь день. За сутки чехлы из толстого брезента порвали. Встречался с Фиделем Кастром. Он приезжал к нам в дивизион, так сказать, для подъела духа. Сама экспозиция была создана на Кубе и открыл ее посол Острова Свободы в России. Для нас кубинцев Фидель Кастром рус, прежде всего, отец. Он является также образцом для подражания для нас, революционеров, верящих в возможность создания более справедливого мира. В котором 1% населения не принадлежало бы больше богатства, чем оставшим 99% жителей планеты. Вторым этапом работы экспозиции «Люди, изменившие мир. Символы эпохи» станет открытие выставки, посвященной Нельсону Манделле. Это состоится 15 марта. Заключительная часть проекта – выставка о жизни и достижениях Мустафы Ататюрка. Откроется 29 марта. И сразу же после наших вестей авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». Предельная откровенность главного героя в студии. Готовность говорить не только о хорошем, но и о неприятных жизненных коллизиях. «Судьба человека» – это причудливый узор из времени, событий, обстоятельств и людей. Не пропустите. И на этом у нас все новости к этому часу. Далее информация о погоде. Следующий выпуск нашей программы будет в эфир в 14 часов 25 минут. Оставайтесь с нами. Хочу поздравить от всей души мою маму. Поздравь с 8 марта. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс, победители которого получат призы от торговой марки «Фабрика снов», сети салонов «Оптики», «Симбирский взгляд» и сувениры от нашей телерадиокомпании. Присылайте короткие видеопоздравления со своего телефона на нашу почту. Адрес электронки и подробности конкурса на сайте gtrk-volga.ru. Телефон для справок 463366. Код города 8422. Чтоб ты всегда оставалась такой же красивой и моей любимой. Сейчас в Ульяновске плюс 2 градуса. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.